Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Хранитель Кладбища. Да, ребята, я знаю, что нам нужно идти искать с вами звездочёта на этом маяке и вообще много чего, но я, ребята, решил заняться крафтом. Мне нужно покрафтить, обожаю я это дело, поэтому приступим. Так, ну что же, сталь мы с вами уже заказали, что уже хорошо. Так, заточим сейчас, ребята, лопату с вами, она нам пригодится для того, чтобы выкапывать или закапывать. Так, сюда мы можем войти? По-моему, нет, ребята, да? Так, здесь тоже ничего не открывается. Ага, кстати, пшеница. Интересно, а мы могли бы с вами набрать пшеницы как раз на тех полях? Помните, где мы проходили мимо? И её там просто тьма тьмущая была. Так, ну-ка, водичка. Водичка есть. Также есть у меня мука. Ну что, я думаю, сейчас можно как раз наделать тесто просто-напросто впрок. Так, давайте-ка сделаем. Сколько мы можем себе позволить? Так, надо уменьшить. 28 теста у нас будет или 7? Ё-моё. Как хорошо опыт идёт. Всё отлично, ребята. И энергии не так много тратится, кстати. Выгодно, одним словом. Так, нормуль. Тесто мы с вами сделали. А из теста мы ничего, к сожалению, не можем, да, сделать? М-м-м. Так, здесь у нас сырое нарезанное мясо. Так, бургер. Ягодный сок. Понятно, короче. Значит, давайте выложим тогда уже всё. Не будем мы с этим тестом бегать. Мясо тоже выложим. Так, деревянные клинья. Выложим весь хлам, который нам в данный момент просто-напросто не пригодится. Похоронный сертификат, кстати, можно будет, по-моему, продать в деревне. И вроде бы его неплохо у нас скупят. Как раз в этой, в трактире. Кстати, да, можно будет, в принципе, туда навеститься и поторговаться. Деньги нам в любом случае пригодятся. Так, заодно узнаем про сертификат на огород. Так, да. Сталь очень, ребята, долго делается. Так, королевский харадрик. Вот, поговорить с торговцем. Погнали тогда. Так, а здесь у нас... Ага, ну здесь у нас про огород. Про аренду именно. Так, ладно, ребята. Короче, мы с вами сейчас пойдём в деревушку. Попробуем найти с вами того самого торгаша. По-моему, по времени как раз он должен быть где-то в деревне. Наверное, как раз в этом самом трактире. Сейчас мы его найдём и поговорим по поводу аренды. Я думаю, что он согласится. Но наверняка даст какое-нибудь нам задание, чтобы мы его, естественно, выполнили. И после этого он, наверное, согласится. Ну, не будем, как говорится, забегать вперёд. Сами сейчас всё прекрасно увидим и разберёмся. Так, монахи тут ходят. Слушайте, здесь почему-то тишина. Никто со мной разговаривать здесь не хочет. Хм. Странно. Так, поговорить с торговцем В. Ну, это не торговец у нас, да? Это капитан. Яр, что-то сегодня не везёт. Понятно, это не тот персонаж, который нам нужен. Так, вы знаете, как торговать? Вот, кстати, давайте-ка по поводу торговли. У нас с вами и денег-то нету. Ёлки-палки. Рыбные палочки. Мм. Слушайте, это, конечно, хорошо, но тратить деньги. Вот запечённый лосось, наверное, будет лучше. Он даёт 30 энергии. А здесь 20, да. Давайте-ка одного лосося возьмём. Запечённого. Ну, 30 энергии это немного, но... Если нам где-то надо будет перебиться, мы сможем всегда скушать. И тем самым восполнить себе маленечко энергию. Так, ну что, здесь, по-моему, интересно, я вот в нижние комнатки смогу зайти или нет? Эта дверь закрыта. Нужно 13 уважения от Харадрика. Ну, и сюда, естественно, мы с вами тоже не можем зайти. То есть, для каждого персонажа, чтобы мы могли с ним лучше общаться, что-то узнавать, нам нужна репутация, ребята, да? Хорошо. Пойдёмте сходим к кузнецу. Где у нас кузнец? Так, вот он, родной, стоит. Ну, а что мне сейчас в данный момент кузнец? Он мне, в принципе, и не нужен. Мне нужен торгаш. Где бы мне его найти? Ну, заодно, ребят, конечно же, нужно приоткрыть карту, чтобы уже нам было проще ориентироваться, где что находится. Так, это у нас забегаловка. Это всё понятно. Дома какие-то полупустые, никого нету. Огромная, конечно, территория, но, как видим, не особо занята. Читать таверна «Мёртвая лошадь». Понятно. Кстати, подождите, ребята, а вот это не торговец ли у нас стоит здесь? Хм, это сейчас выглядит так, как будто я тебя хорошо использую, да? Хорошо, принеси мне пиво, и я взамен расскажу тебе кучу всего. Например, как попасть домой. Если ты богат серебряной монетой, я могу предложить тебе удивительные товары. Хе-хе, точно, ребята, это торгаш. Сразу хочу извиниться, но ничего из ваших хреновых пожитков покупать не буду. Только если антиквариат. Ты посмотри-ка какой, а? Хм, это сейчас выглядит, как будто я тебя хорошо использую, да? Я тут новенький, но все уверены, что я смотритель местного кладбища. Ну, вообще-то я из другого мира, похоже, и мне надо вернуться обратно. Ох, как я тебя понимаю, этот мир мне тоже чужд. Слава богу. Я должен быть в роскошных городских покоях. Но, к сожалению, я родился в нищете и вынужден зарабатывать своё состояние в этой глухомане. Хе-хе-хе-хе. Так, ну что, поговорим, наверное, про огород. Харадрик сказал, что я могу пользоваться огородом около кладбища. Но для этого мне надо уладить формальности с вами. Я совсем забыл об этом куске глины. Он мне почти даром достался. Но, разумеется, это всё было очень давно. Учитывая, что там не такая уж и плохая почва, плюс рост цен на землю. Сейчас эти ценные угодья я готов уступить, скажем, за 10 золотых. У меня столько нет. Хорошо, хорошо. Как насчёт пяти золотых? Дорого. У меня сейчас туго с деньгами. Может, я мог бы расплачиваться частью урожая? Ясненько. Работающий парень хочет выметься в люди, выращивая капусту. Что ж, можно и так. Но для начала мне надо убедиться, что ты вообще можешь что-то делать. Предлагаю сделку. Ты приносишь мне морковь, капусту и свеклу. После этого я буду уверен в твоей надёжности, и мы сможем заключить долгосрочный контракт. Ну, что скажешь? По рукам, конечно же, ребят. Как только соберу первый урожай, сразу принесу его вам. Отлично, ребята, вот. Раз уж мы теперь партнёры, я бы хотел попросить о маленькой услуге. Какой? Что за услуга? Мой друг, я люблю вкусно покушать, но в последнее время мучаюсь жутким несварением желудка. А после плотного обеда обязательно появляется икота. Она сводит меня с ума. Один мой друг из винного клуба посоветовал мне принимать ик-траву. На болоте к западу от кладбища должна расти эта трава. Насобирай её для меня, пожалуйста. Конечно, буду на болоте, нарву. Ага, понятно. Ик-трава, значит. Может его испугать, а? Так, короче, понятно, ребята. Будем искать для него ик-траву. Надеюсь, она действительно там растёт. Только где это болото? За кладбищем, да, говорили? Хорошо. Так, тут у нас, смотрите, как всё хорошо там на огороде просажено. Капусточка, морковка, все дела. Ну, главное, что мы договорились по поводу огорода. Надеюсь, я сейчас смогу им пользоваться и уже что-то, как говорится, сажать, выращивать. Ну, туда нам не нужно. На Ведьмину гору мы пока не пойдём. Хотя нас там будет ждать инквизитор, чтобы мы ему докладывали какие-то слухи, которые мы с вами услышим. Не знаю, стоит ли это делать или не стоит. Я бы как бы это всё против меня не вышло. Так, грибы, ягодки, ребята, обязательно нам пригодятся. Мы будем с них делать компотики, жаркое, в общем, всякие вкусняшки, я надеюсь. Отлично. Так, ну вот. Посмотрим. Получить в собственность. Вот оно, ребята. Так, пустая грядка. Слушайте, ну здесь огород приличный. То есть площадь земли очень большая. Давайте-ка мы вот так вот сделаем рядочек, грубо говоря. И я думаю, что теперь нужно окучить это всё дело. Вот это хорошо. Вот это по-нашему, ребята. Ах ты, выбрать семечко. Или удобрение. Ребята, а где, интересно, брать семечки? Ха-ха. Вот это уже другая дилемма. Слушайте, а на самом деле... Ну, ладно, хорошо. Грядки у нас есть. Но прежде чем что-то сажать, нам нужны кости или удобрение. Так, ага. Вот и железный слиток у нас сделался. Так, давайте-ка мы с вами приценимся, что мы можем... Так, погоди, нам нужны вот здесь. Так, создать гвозди. На наковальне делаются. На деревянной, ребята, наковальне. И на кухонном столе. Странно как-то. Ну что ж, делаем деревянную наковальню. Отлично. Деревянная наковальня. Вы только вслушайтесь в это название, ребят. Ха-ха. О, тут у нас оружие, броня будет. Шикарно. Так, железная стамеска. Зачем-то тоже нужна будет. И вот сложные железные детали тоже, ребята, в ближайшее время нам пригодятся. Так, инструмент в обязательном порядке. Ну что, грубо говоря, на начальных этапах мы вроде бы как развились. Теперь будем создавать гвозди. Железные крепежи. На ближайший фронт работы у нас все, ребята, готово. Нужна будет сталь, нужно будет дерево. Так, набор для починки дерева. Обязательно нужно, ребята, на кладбище нам придется работать. Именно этим инструментом. Так, отлично. Не хватает гвоздей. А вот мы можем с вами сделать деревянную табличку. Да-да-да, именно на кладбище она будет стоять напротив безымянных могил. Если там, конечно, такие сейчас есть. По идее, у нас с вами печурочка же есть, да, плавильня. Мы можем набрать руды железной. Так, деревянная наковальня. Ага, вот что нам нужно. Железные детали. Железные детали у нас... Простые железные детали. Деревянная наковальня нужна. Деревянная наковальня. Ну и название, да? Согласитесь. Я понимаю, там железная наковальня. Нам нужна руда. Нам нужна руда. Да, руда, чтобы плавить ее в слитки. Ну и, естественно, уже из слитоков мы будем с вами делать железные вещи. Да, слушайте, не так уж быстро идет у нас сбор. Сбор руды именно железной. Но зато, по крайней мере, дают ее много. Это вот сколько за один раз мы срубаем? Ага, шесть камней. Шесть камней. Шесть точнее железной руды. В принципе, нормуль. Блин, ржавая кирка, ребята, у меня сломалась. А это говорит о чем? О том, что все. Я не смогу ничего добывать. Нет, я, конечно, могу, ребят, если сделать мне. Я вроде бы... Тихо, я не понял. Какого... Какого лешего здесь делают вот эти вот слизнюки? Хорошо, что у меня есть меч. Опа. Зеленое желе мы с вами получили. Отлично. Слушайте, а по-моему, оно нам пригодится... Знаете, для чего? Для кулинарии мы сможем с вами сделать какие-то там желейки. Если мне не изменяет память. Так, этих мы не можем подбить. Давайте все равно идем обратно. Прихватим, как говорится, бревно. Вот так вот. Замечательно. Надо будет потом очень много наделать этих дровниц. Жалко, что мы не можем... Знаете, что сделать, ребята? Завести себе какого-нибудь помощника, который бы ходил бы... Мы, например, рубили бы деревья. Но, чтобы их не таскать все время, приходил бы помощничек, брал бы и складывал бы. Да? И это касалось бы всего. И руды, и камней. В общем, всего. А было бы замечательно. Так. Слушайте, мне же еще нужно найти и к траву. Я, правда, не помню, как она выглядит. Но какой-то беленький цветочек. Это уж точно. Или желтенький. По-моему, беленький все-таки. Оу, сколько у меня здесь, ребята, срубленных деревьев лежит. Поленьев, так скажем. Так, а знаете, что мне еще нужно? Я вот сейчас хожу, смотрю и не вижу камня. А он мне пригодится. А где же я его буду добывать, если его здесь нет? Древесины пока хватает. Но, опять же, ребят, я не знаю. Она... Так, по-моему, все-таки не желтый цветок. Нет, по-моему, не он. Там беленький. Ик-трава. Ну, я думал, что она так и будет называться. Ик-трава, ребят. А не какой-то там беленький, желтенький цветочек. Так, гвозди здесь нужны. Все нам нужно. Во. Так, давайте-ка металлолом. Железный слиток. У нас нет, ребята, этого дела. Металлолома мы еще пока с вами не нашли, походу. Так, печку нужно раскочегарить. Смотрим. Так, место для рубки. Столярный верстак. Склад камня. Нам нужна... Ага, склад, ребята. Я не могу, не могу его, да? Ай-яй-яй, как обидно. Не хватает места. Хорошо, плавильная печь. Плавильная печь у нас есть. Место для рубки. Да, наковальня. Короче, нам нужны с вами две железки. Две железки. Где же нам их взять? Так, здесь мы можем... Можем вот. Вот, ребята, хотя бы так. Хотя бы свою кирку мы можем заточить. Я думал, что нам придется делать новую. Нет, ну, рано или поздно придется, потому что это у нас старая ржавая кирка. А нам нужна нормальная, хорошая, которая бы добывала ресурс с полтычка. А не то, что мы там по три часа, ребята, с вами калашматим и добываем еле-еле. Так же нам нужна... Ага, это будет у нас продвинутая ковка. Нужно очень много очков. Стекло. Пока, думаю, что нам не нужно оно. Тут извлечь кость. Извлечь жир. Опять же, не понимаю, для чего это нам нужно. Извлечь кровь. Может быть, кровь и жир можно где-то продать? Или где-то будет применяться? Так, ящик. Хм, грядка. Грядка это у нас. Так, хорошо. Здесь у нас мастер строительства. Но это перк. То есть мы будем с вами что-то... А, улучшается, видимо, сбор. Да, мы получать будем больше ресурсов. Место под яблоню. Это пересаживание. Блин, обожаю такие игры, где вот... Все-все вот это вот доскональненько идет. Тут у нас торф. Будем создавать компост с вами. Ну, это все, естественно, ребят, со временем. Так, починки камня. Нужен камень нам, да? Лесоруб. Ну, в любом случае, ребята, не хватает у меня очков. Тут нужно 40. Так, а у нас всего 22 красных. Ладно. Деревянная наковальня. В общем, мы сейчас с вами... На чем зациклились? Нам не хватает железа. Точнее, не железа даже, а железных скоб. Так, используем. Кирка. Что, нам надо, наверное, кирку-то доделать? Что она у нас висит здесь? Недоделанная, так скажем. Все. Нет, в принципе, можно было бы сходить опять же туда. Зеленое желе. Погоди-ка. С желе у нас... Выкладываем это все в барахло. Блин, цветочки. Смотрите, видите, желтый цветок, белый цветок. Ну, не написано, что это именно ик-трава. Хотя нам именно про ик-траву говорили. Цветы, я думаю, что нам пригодятся. Ну, для чего они могут нам пригодиться? Я не знаю. Для красоты, может быть. А может быть, что-то можно будет из них потом делать, перегонять. Палки. Все это выложим, чтобы у нас инвентарь был более-менее свободен. Энергии, конечно, маловато, очень мало. В общем, если мы сейчас получим с вами две железки, мы сможем с вами сделать железную наковальню. Точнее, деревянную наковальню. Если мы сделаем деревянную наковальню, мы уже сможем сами себе делать и гвозди. Так, это у нас, блин, это у нас красный цветок. Ну, никак не ик-трава. Да здесь, честно говоря, и не болотная местность. Нам же сказали, идите в болотную местность. Так, персонажи. Еще печать нужно Харадрику найти. Так, что у нас тут есть? Так, достичь. Это все не то, ребята. Так, капусты. Ой, моркови 12, капусты 12 и свеклы 12 штук. Я-то думал, по одной надо будет принести, но нет. Перед еще Шармаэль нужно доказать, что мы достойные, чтобы она нас могла выслушать и, соответственно, сказать, где находится чувачок, у которого есть печать королевская, чтобы мы смогли с вами продавать мясо. Причем мясо с трупов. Так, ну-ка, торговать. Давайте попробуем. Сколько? Во, отлично. Три серебряных. Камень телепортации. Ха. А вот это хорошо. А куда он телепортирует? Ну, он дорого стоит. Два серебряных, ребята. Невыгодно тратиться сейчас на это дело. Лучше нам сходить к кузнецу и посмотреть, есть ли у него в наличии две железные заготовочки, которые нам нужны. Да ладно, блин. Ночь на дворе и кузнец, я так понимаю, у нас спит. Да, я не могу попасть внутрь. Нужно 80 репутации Крисвольда получить, чтобы я смог к нему домой заходить, как к себе. Ох, видать, там очень много нужно сделать для него заданий. Также у нас здесь и торгаша нету. Эта дверь закрыта. Понятно. Охрана тут везде ходит. Слушайте, а где я могу здесь, например, переночевать? Есть такое дело или нету? Нету, походу, дела, ребят. Вы знаете, как мне попасть домой? Вы можете сказать мне, куда я попал, потому что мне очень нужно домой. К своей любимой. Ты в мертвой лошади. Хорошо тут все выглядит, средневеково. Может, я провалился во временной портал? А какой сейчас год? Год в каком смысле? Ну, время, которое требуется Земле, чтобы совершить один виток вокруг Солнца. А, ты, видимо, наслушался чепухи, которую рассказывает звездочет. Все знают, что Земля плоская. Но я понял тебя. Сейчас 2004 год от древнего контракта. И как же называется это прелестное королевство? Просто королевство. Да и ни черта оно не прелестное. У нас в деревне, считай, вообще автономия. У тебя остались еще вопросы? Нет, к сожалению, не осталось. Да, не густо, ребята. Пообщались, называется, да? Там у нас плотник. Там еще что-то. Мельница. Какие-то склады, весы. Кто, что означает, я пока не догадываюсь. Это ферма, видимо. Так, меч стоит. Причем без присмотра. Но взять я его не могу, к сожалению. Но когда же тут утро наступит? Мне нужен, ребята, кузнец. Я аж пришел к нему. Ох ты, ребята, пасека, смотрите. Не могу, к сожалению, ничего взять. А так бы с удовольствием метка бы взял бы. Так, желтый цветок. Опять же не то. Смотри-ка, тут что такое у нас? Что это мы с вами тут притулились? Нашли что-то такое? Вау, мед! Мы нашли с вами мед, ребята. Так, отлично. Слушайте, мед нам тоже пригодится для кулинарных дел. Вроде бы как утро наступило. Я надеюсь, что кузнец уже встал, проснулся, сделал, так скажем, зарядочку и ждет меня к себе в гости. Подторговаться. Да, вот он, красавец. Здорово, бродяга. Торговать, конечно же. И смотрим. Да, ребята, есть те самые детали, что мне нужно. Четыре штуки. Я просто хочу на запасик, ребята, взять. Давайте вот так вот четыре возьмем. Все. Давайте соглашаться на сделку. И, в принципе, больше мне ничего не надо. Все. Со спокойной душой, ребята, мы бежим прямиком домой и будем уже создавать свою собственную деревянную наковальню. Нет, конечно, можно было бы тут поискать сейчас звездочета и так далее и тому подобное. Но мы будем с вами не спеша, знаете, наслаждаться игрой. Вот, обожаю, когда именно наслаждаешься игрой и используешь все ее ресурсы. А не то, чтобы быстренько пробежался по сюжетке и все. Ну, хотя, ребята, это мне так. А вам-то, наверное, это совсем и не нужно. Но, в любом случае, прошу оставить комментарий по поводу пройти просто сюжетку или все-таки, ребята, развиваться по полной программе. Просто мне так будет проще, как говорится, ориентироваться в этой игре. Ну что же, детальки у нас есть. Посмотрим, что нам не хватает. Деревянная наковальня. Ага. Нам нужны две чурки. Так, они у меня... Я думал, что они у меня есть. Нету, к сожалению. Хорошо, сейчас мы с вами их сделаем. Так, по-моему, не здесь, да? Вот здесь вроде бы. Ага, вот они. Сколько? Три. Как раз. Ну, давайте. Блин, энергии нету. Да что ж ты будешь делать, ребят? Не понос так золотуха, а? То материалов нету... Оу. Ах, да. Мы когда с вами дрались с этими желейками, у нас, видимо, было покоцанное здоровье, и мы его восстановили. Именно когда спим, у нас не только энергия восстанавливается, но еще и здоровье. Все понятненько. Так, ну что ж, давайте нарубим, напилим даже, точнее, эти чурочки. Вот так. Как раз три штуки нам и нужно было. Так, давайте делать уже, в конце концов, деревянную наковальню. Ой, она такая маленькая. Куда бы ее поставить? Давайте сюда вот влепим. Так, вроде бы все. Она у нас стоит, и давайте посмотрим, что можно на ней уже делать. Так, мы можем делать гвозди, мы можем делать простые железные детали. Для этого нам нужны слитки. Они у меня есть. У меня есть три слитка. Вот, давайте, наверное, вот так вот. Так, подожди. А я разве гвозди заказывал? Эй! Черт подери, шесть гвоздей сделали. Ага, вот. Вот теперь самое то. Так, три простых железяки мы с вами сделали. Я еще, ребята, заказал, так что давайте сделаем. Итого шесть будет. Вообще шикарно. Ха-ха! Ух! Руки, ребята, чешутся. У меня здесь что-нибудь восстановить. Так, смотрим, смотрим. И здесь еще очень много нужно, ребята. Особенно вот красных. Красных камней. Так, мы можем здесь обработка... Нет, это у нас есть обработка камня. У нас не выучено. Так, что у нас здесь по крафту? Продвинутая ковка. Нужно сорок красненьких камней. Ну, сорок очков красных, так скажем. А красные у нас добываются, по-моему, во время добычи. Хотя я могу и ошибиться. Так, что у нас здесь создается, ребята? Так, для сброса тел нужно два камня. Для сброса тел. То есть, я так понимаю, что я могу сбрасывать туда тела. Ну, по крайней мере, так написано. Это мы, ребята, выкорчевываем пеньки. Угу. Целая полена у нас почему-то оказалась вместо пенька. Ну, это хорошо, ребят. Ну, и заодно очки зарабатываем красненькие. А они нам как раз нужны. Сорок штук нам нужно. Так, вот он, по-моему, камень. Два камня нам надо было, ребята. Так что, давайте добывать. Не понял юмора. А, ну да. Один камень у нас есть. Продолжаем. Вот еще два камня. Ну, что же. Теперь, я думаю, можно сходить и сделать этот люк для сброса тел. Ха. Просто очень хочется посмотреть, как это все, ребята, будет работать у нас. Если оно будет действовать, как вот, типа, речки, ну, что мы просто сбрасываем, и все. Погодите, мы что-то с вами заговорились, прошли, по-моему, мимо. Ну, конечно же. То это будет вообще замечательно. Нам не придется ходить на реку и сбрасывать. Так, ну что же, давай починим. Работаем. Как это у нас будет выглядеть? Да чтоб тебя, ну. Опять, ребята, не хватает энергии. Хе. Очень быстро. У нас, я так понимаю, ребята, уровня так такового нету. То есть, мы с вами, вот, есть один начальный. Так он и останется. Но зато у нас только бревен уже лежит. Ух. Крафт будет у нас пищать просто-напросто. Ха-ха. Того, что я им просто-напросто скоро займусь. Тут еще надо будет потом изучить, ребята, рыбалку. А зачем, интересно, нам стекло? Вот я сижу сейчас и думаю, стекло. Что мы сможем сделать со стекла? Нет, ну, конечно, мы можем всякие сосуды делать, да? Колбочки там, например, для... В принципе, да. Для микстур, для восстановления здоровья. Так, ну-ка. Ух ты! Смотрите, ребята. Такая как яма. Так, а здесь мы что-нибудь можем сделать? Так, морг. Нужно две доски. Морг у нас сломан. Короче, две доски это, ребята, легко и просто сделать. Сейчас мы с вами это дело сделаем. Так, у нас есть? Ага, у нас есть даже в наличии, так что нам ничего даже не придется делать. Побежали обратно. Так, ну, давайте починим и заодно посмотрим, как оно будет выглядеть. Не понял. Так, препарационный стол и палета. Погоди-ка, а у нас разве этого нету? Палета. Это же вроде бы куда трупов мы ложим. Хорошо, а вот это что такое у нас? Для сброса тел внутри. А-а-а, все, кажется, ребята, я понял. Здесь будут бросать труп. А там он у нас должен, по идее, появиться внутри. То есть нам не придется его туда самим затаскивать. Хотя я могу ошибиться. Так, глянем. Железная руда. Да, нам нужно все, ребята, абсолютно все. И, естественно, запускать это в переплавку. Давайте-ка возьмем, наверное, палочек. Ну, все штуки заберем, короче, шесть штук. Нам все равно просто надо будет разводить костер. Так, нужно 30... Не понял, подожди-ка секунду. Чего не хватает-то опять? Да, лучше уж тогда дровами топить. А для этого нам нужно... Что нам для этого нужно? Дрова. Так, понятно. С одной чурки получается у нас шесть дров. А чурок у нас только одна готова, да? Соответственно, нам нужно с вами нарубить их. Давайте на запас, чтобы у нас, как говорится, не требовалось потом долгое время это все пилить, рубить. Сразу мы делаем. Так, три чурбана. Шесть. Девять. Ой, как хорошо, ребят, идет. Пятнадцать чурок мы с вами сделали. Пойдемте опять отдохнем и продолжим. Ну, я думаю, что чурок у нас теперь просто завались. Теперь уже надо будет их, естественно, ребята, рубить на дрова. Так, с одной чурки мы шесть дров получаем. Так что давайте сделаем впрок. Вот, я думаю, столько хватит нам, да? Ха, восемьдесят четыре штуки. Офигеть. Сколько мы за раз получаем? Сейчас посмотрим. Шесть. Ё-моё, нам тут, ребят, до посинения это все дело рубить. Хе-хе. У меня даже в инвентарь не влазит все. Скапливается рядом со мной. Я скоро весь буду в дровах усыпан просто-напросто. Но главное, что очки идут, ребят, смотрите. Вот так зашибись, да? Стоишь, колешь дровишки и тебе растет опыт. Причем тот, что мне нужен. Отлично. Так, сорок два красных очка у нас, ребята. Их надо будет потом потратить. И я знаю прекрасно даже на что. Ё-моё, сколько у меня дров тут. У-у-у. Потом все это, естественно, мы заверем с вами. Так, смотри. У нас сорок пять. Так, просто и вкусно. Мы можем его как-то применить? Ага, использовать. Создать запеченные грибы и запеченное яблоко. Вот так вот, ребята, мы с вами изучили новые рецепты. Давно пора было так сделать. Так, что-то все равно дрова ко мне не идут, нишиша. Вот, топить. Погоди-ка. Топить дровами, да? Ох, ребятушки. Я надеюсь, надолго хватит. И теперь забрасываем нашу руду. И будем из нее плавить уже сталь. Так, погоди. Это уже перебор. Перебор, ребята. Немножко поменьше сделаем. Во! Пятнадцать слитков. Я считаю, что это круто, ребята. Ох, мы с вами потом наделаем и гвоздей, и железных деталей. В общем, все-все-все. А пока нужно выкладывать то, что нам в ближайшее время не пригодится. Так, чурбаны выкладываем. Руду тоже выложим. Мед. Естественно, так, палки. В общем, весь этот хлам. Так, отлично. У нас с вами опять энергии нет, поэтому нужно поспать будет. Так, что-то я припоминаю, ребята, что мы... Так, с тестом все понятно. Я хотел посмотреть по поводу желе. Мы же с вами имеем желешки? Имеем. Так, смотрим. Нужен мед и нужно зеленое желе. По-моему, у нас как раз этого и хватает. Смотрим. Да е-мое. Оно еще, оказывается, у нас лежит в другом сундуке. Здесь оно не отмечается. Ладно, поспи маленько. С дровишками мы с вами еще не закончили, поэтому нужно их, естественно, дорубить. Давай, родной, руби. Так, шесть дров. Еще шесть. Это уже двенадцать. Так, восемнадцать. Двадцать четыре. Получается тридцать, ребята. Тридцать дров. Во! Так, что мы с вами можем сейчас изучить? Технологии. Продвинутая ковка. Сложные железные детали. Естественно, ребята, будем с вами именно это изучать. Потому что здесь еще железная стамеска. Я не знаю, для чего она пока. Но она стопудово нам нужна будет. Так, в наковальне это все делается. Мы можем с вами делать наковальню? Можем. Нужно четыре слитка. Четыре слитка. А у нас пока только один. Ладно, ребята, подождем. Так, здесь сад. Сад почему-то мы пока не можем с вами обустраивать. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь нужно, чтобы расчистить. Так, деревянные балки. Балки и деревянные клинья. Слушайте, а балка... Балка-то когда она у нас, интересно, делается? Ну, вроде бы не в ближайшее время. Давайте-ка посмотрим, где она у нас производится. Дисковая пила. О, ребята, 200 красных очков нужно. Это будет не очень близко и не очень скоро. У нас быстрее перк получится, мастер топора. Ну, а потом уже, конечно же, все остальное. Так, что пока расчистить путь нам не получится. Слушайте, а стамеска, вот нафига? Мы с вами изучили. Но ничего ровным счетом она нам не дает. А должна бы. Давайте-ка посмотрим, что нужно для починки моста. Так, брус. Четыре доски и восемь гвоздей. О, ребят, так вот это мы сейчас как раз можем с вами и замутить. Сейчас мы здесь, ребят, посмотрим, что у нас тут лежит. Так, я вижу камень. Камень нам всегда нужен. Так, энергии есть? Пока есть. Ну, почему один кусок камня-то только дали? Эй! Давай собирать. Потом все равно нам идти отдыхать. Так, отлично. Это же просто камень, да? Как-то просто смотрится, как будто вот как золото. Такой желтенький. Или это просто так свет падает? Да, ребята, это обычный камень. Ну, что же. Камень нам нужен. И желательно его тоже побольше, ребята, добывать. Надо будет как-то построить себе хранилище для камня. Чтобы это все дело у нас не на складах лежало, а именно на складах, вот как вот бревна лежат на своем хранилище. Так же и камни должны. Слитков все равно, ребята, мало. Так, давайте-ка мы с вами, наверное, сделаем гвоздей. Сколько? Шесть гвоздей делается за раз. Отлично. Так, и... Давайте-ка еще маленько. Так, двенадцать гвоздей у меня уже есть. Замечательно, ребята. Так, нам нужны доски и брус. Слушайте, досок, по-моему, нужно там четыре. А у меня только три. Ну, естественно, придется сделать. Так, энергии-то у меня хватит. Блин, по-моему, не хватит. А-а-а, придется отдыхать. Ну, я так понимаю, что здесь должен у нас уже быть труп. По крайней мере, пока мы спали. Да, вот он был, звук колокольчика. Отлично. Ну, что же, отрезаем, как обычно, по стандарту кусок мяса. И попробуем, ребята, выкинуть его в эту яму. Так, отлично, забрали. Теперь забираем тело и пробуем, ребята, выкинуть. Вот сюда. Ага. Нет, не получается, ребята. Не получается нифига. Значит, что остается... Блин, остается только опять, наверное, ребята, идти к речке и сбрасывать этот трупик в реку. Слушайте, я знаете, чего боюсь? Надеюсь, никак это не скажется на дальнейшем. Ну, что мы с вами выкидываем трупы на какую-то нашу репутацию. Давай, выбрасываем. Все, пускай плывет. И будем уже чинить мост. Как раз у нас всего хватает. И мне просто интересно посмотреть, что у нас с этой стороны моста. Все, сделали. Замечательно. Пойдемте. Надеюсь, никаких врагов здесь не будет. Темно, конечно, но фиг ли сделаешь. У нас энергия, кстати, тратится даже на то, чтобы мы могли с вами махать мечом. Смотрите-ка, она даже, эта местность, не отмечена. Вот старое кладбище и все. Дальше нет приложения. Так, что это такое у нас? Это место предназначено для рыбной ловли. Такие места можно найти в деревне, на болоте, в лесу и на море. Нужна удочка. Ага, значит, мы сможем с вами заниматься здесь ловлей рыбы. Соответственно, мы сможем делать какие-то кулинарные изделия. Так, секунду, ребята, а что здесь у нас такое? Так, завал. Расчистить. В принципе, реально. Все, что там требовалось, мы сможем с вами сделать. Железная руда у нас здесь, как мы видим. А вот и к траве я так и не увидел. Хотя, вроде бы, вот это вот, ребята, болото. Вот, смотрите, мы в данный момент находимся, ну, грубо скажем, на болоте. Никакой травы я не вижу здесь. Странно, конечно, да? Так, я не утону здесь, надеюсь? Ай-ай-ай-ай. Ой, не могу никуда пройти, ребята. Старая коряга какая-то тут лежит. Ага, вот так вот можно обойти. Все, нормуль. Ну, в общем, ребята, с этой стороны, грубо говоря, нечего нам делать. Мы можем только там порыбачить и убрать еще один завал. А нужно ли нам это? Ну, рыбалка-то, понятно, нужно. А вот что там дальше за завалом? Это надо будет потом уже посмотреть. Давайте. Как идем домой, ребята, как говорится, не затрудняйтесь взять одно поленце с собой и положить его вот сюда. Так, смотрим. Наковальня, наковальня. Не хватает, ребята, нам еще одного железного слитка. Будь он не ладен. Так, место для... Ну, это остальное у нас, по-моему, все есть. Увеличить площадь. Все-таки, я думаю, что не будет лишним сделать рецепт, как говорится, желейки. Так, мед, желейка. Все у нас хватает. Давайте-ка сделаем все-таки это дело. Не знаю, сколько оно будет нам восстанавливать здоровье. Так, 25. Отлично. Интересно, сколько нам дадут за это опыт? Ё-моё, что так долго делается-то? Эй! Красотуля ты моя, ты там что пыхтишь? Так долго? Смотрите, возюкается там где-то. Что? Опять энергии нет. Да чтоб тебя. Вот именно нехватка энергии меня как раз больше всего здесь и раздражает. Постоянно приходится идти и ложиться спать. Надо что-то уже такое делать. Так, секунду, ребята, давайте-ка посмотрим. Дрова есть. Давай затопим. Так, и сможем... Вау, мы можем с вами испечь хлеба. Давайте на все. Каждая буханочка дает нам 12 энергии. Что очень даже неплохо. Ну что, давайте, наверное, спустимся в люк, в погреб или как это называется. Я даже не знаю, ребят. И посмотрим, что нам вот с этим завалом делать. Расчистить. Что для этого нужно? Деревянные колья 10 штук плюс брус 2 штуки. И еще 4 железные заготовки. Ладно, в принципе, это все ерунда. Так, мы можем здесь поставить ящик с вами. Типа для хранения, что ли? Так, короче, 10 кольев. Так, погоди-ка, погоди-ка. У меня... Вот, есть брус. Блин, и все, и больше у меня ничего нету, к сожалению. Придется делать. Так, 10 деревянных вот кольев. Как раз мы сейчас с вами сделаем их. Потом пару брусьев. Так, подожди-ка. Погоди, а где у нас... А, брус вот здесь вот делается. Да-да, ребята. Именно здесь. Так, сделаем брус. Вот так, отлично, ребята. И что там нужно было? Еще, по-моему, пару заготовок, да? Простых. Ну, как раз сделаем. Сколько там у нас будет? Три штуки. Вот этого нам за глаза. Пойдемте... О, хлебушек готовится. Расчистим путь. Там как раз у нас вон тот охламон. Я надеюсь, он нам ничего не сделает. Очковый, ребята. А вдруг он на нас нападет, а? Придется драться. А у меня нифига, ни брони, ни оружия. Ничего нету. Как лошпен, елки-палки. Есть. Стоять. Ты кто такой? Я, смотрите, клайбище и настоятель местной церкви. Держись от меня подальше. А то получишь кинжалом под ребра. Попытаться убедить. Нет, ребят, не будем мы его не пугать. Ничего. Нафиг, нафиг. Не нравится он мне. Так, здесь расчистить путь не получится, ребята. Потому что тот брусок у нас еще не скоро появится. Я имею в виду про большой брус. Так, это можно же сломать, по идее, да? Что у нас выпадет? Ага. Гвозди и доска. Отлично. Куда эта дорога ведет-то у нас, а? Так, на выход. Оу, ребят, мы с вами оказались в деревне. Но в данный момент мне тут нечего делать. Кстати, неплохо, да? Это, грубо говоря, безопасный проход в деревню. Так, тихо, тихо, тихо. Лучше. А что он здесь трется? Кстати, ребята, он хочет попасть вот сюда. А мы открыть сможем? Эта решетка заперта. Как видно, здесь нужен ключ. А где, интересно, взять ключ? И куда он, интересно, ходит? Что там вот за этой дверью? Видите, ребята, вот это вот... А, это деревянная балка. Да, деревянную балку нам еще не очень скоро получится скрафтить. Поэтому пока на ближайшее время об этой идее можно забыть. Так, тут у нас ничего нету. Ящик абсолютно пустой. И мы можем еще один такой же поставить. Но зачем? Опа-опа, хлебушек. Прям сам в руки бежит. Так, что можно... Так, ну ладно, ничего здесь пока не будем выкладывать. Или наоборот забирать. Так, нам нужно, ребята, с вами... Сделать заготовочки. Вообще здесь всего этого нужно. Опять энергии нет. Ну, как всегда, ребята. Очень быстро она, конечно, заканчивается. Так, хлебушек, давай вперед, как говорится. Помогай папочке выживать. Во. Во, неплохо восстановили. И не надо спать. Лучше уж так, согласитесь. Чем постоянно бежать в эту койку. Просто надо было взять с собой еды побольше. И делов, как говорится, на копейку. Так, у меня еще две буханки, две желейки есть. Отлично. На первое время хватит. Так, нужно нам создать... Так, брус. Брус. Давайте-ка сделаем. Сколько? Всего лишь один делается. Угу. Понятно. Так, отлично. Все. Теперь мы, как говорится, пристроим материалов. И я себя чувствую очень даже хорошо. Так, давайте, ребята, мы здесь сделаем вот... Нет, не это, а вот это вот. Для сброса тел. Так, что это у нас такое получится? Блин, да ладно. Ну-ка, где мой хлебушек? Хлебушек я, по-моему... А, нет, вон на месте. Все нормуль. Так, ну, должно хватить энергии, да. Так. Слушайте, неужели действительно получается, что... Там мы бросаем, а здесь он появляется. Потом проверим. Значит, нужно нам стол и палетта. Ну, палетту мы можем легко сделать, а вот... Стол придется немножко позаморачиваться, ребята, со сложными железными деталями. Будем их так называть. Так, и главное не посмотреть. Ага, слышали звук? Воу, вот он, ребята. Смотрите, трупец уже сразу оказывается здесь у нас, в морге. Не надо нам ходить, там постоянно его перетаскивать. Это уже огромный плюс. И знаете, в чем, ребята, плюс? В том, что в этом морге он не портится. Я имею в виду труп у него... Или портится? Может быть, он на столе не портится? Так, хорошо. Здесь пока нам не светит в ближайшее время абсолютно ничего. Забираем тело. И, скорее всего, ребята, нам придется его, как обычно, выкинуть в речку. Хотя, подожди, у нас вон там есть одна могилка. Давайте-ка мы его, наверное, захороним. Хоть раз в жизни сделаем что-нибудь нормальное. Так, закопаем. Все. А почему сертификат ко мне не идет? А, понятно. У меня нет места. Хорошо, съедим хлебушек. Слушайте, все, ребята, я, кажется, понял. Чем больше мы с вами похороним трупов, тем больше у нас будет свитков. А свитки, как вы знаете, стоят приличных денег. Так что, с одной стороны, даже выгодно нам хранить все-таки. Ёлки-палки, сколько здесь нам с вами еще предстоит работы. Ё-моё, непочатый просто край. Починить надгробие. Давай, починим, конечно же. О! И все равно почему-то в минусе, ребята. Так, починить. Вот где-то есть в плюсе, но в основном у нас идет большой-большой минус. 14 минусов, ребята, у нас. Так, каменная оградка. Вот это вот все нужно вырубать, я думаю. Так, посмотрим. Да, сразу же минус падает. Отлично. Хотя бы так, ребята, будем с вами выбираться из минуса. Отлично. Так, эти у нас вообще, грубо говоря, безымянные, поэтому надо будет хоть какой-нибудь крестик, я не знаю, или что-то там сделать. Починить надгробие. Почему-то мы не можем. А, оно, видимо, целое, ребята, да. Тут все нормуль. Тут даже в плюсе идет у нас. Замечательно. В общем, нужно нам с вами делать очень много надгробных этих... Как их, столбиков. Также нам нужно будет очень много камня для того, чтобы мы могли сделать оградки каменные вокруг могилок. В общем, голова просто кругом. Так, набор для починки камня. Вот это вот нам тоже нужно. Так, давайте-ка выложим все эти продукты, блин, питания. Остальное, вроде бы, как нужно пока. Ну, что нам тут не хватает для того, чтобы сделать наковальню? Ага, еще один слиток. Черт, а по-моему, там уже готов один лежит. Я, вроде бы, ребята, его вижу. Так, здесь у нас топор, лопата, кирка. Ох, вот это тоже нужно будет обязательно сделать, ребят. По крайней мере, это нормальные инструменты, а не те, которыми пользуюсь я в данный момент. Ржавым барахлом. Так, ну-ка. Да-да, ржавый топор. Ржавая, извините меня. Лопата и ржавая кирка. Фигня полнейшая. Вот это вот нужно будет делать в обязательном порядке. Так, все, мы слитки с вами получили. Теперь нужно, естественно, делать наковальню. Так. Ой, она такая маленькая. Давайте-ка... Подожди-ка. Так, куда бы ее влепить? Давай вот сюда. Да, вот здесь будет самое то для нее место. И посмотрим, что мы можем делать. Так, гвозди. Ага, вот. Сложные железные детали. Вот так вот, ребята. Это нам тоже нужно будет. Все. Две штуки. Угу. Хорошо. Они нам пригодятся в дальнейшем. Так. Нам совсем немножко не хватает, ребята, чтобы мы смогли с вами сделать железную броню и железный меч. Так. Так, всего лишь три красных очка. Три красных очка. В принципе, это не проблема их добыть, согласитесь. Но зато мы сможем потом с вами делать броню, а не бегать в какой-то вонючей рубахе, засаленной, так скажем. Так. Что у нас тут? Все заросло. Все заросло, ребята. Нужно, естественно, здесь наводить порядок. Так, с этой могилкой у нас, по-моему, все хорошо, да? Починить оградку это ничего не требуется. Надгробие тоже не требуется. Так, это изгумация. Ну, на это у нас нет никаких прав, поэтому выкопать мы в любом случае не сможем. А вот здесь сможем что-нибудь починить? Да почему ничего не... А, вот, починить можем ограду, ребята. Во! Хоп! И сразу в плюсик мы пошли. Так, качество минус 8. Это уже хорошо, ребята. Но нужно, чтобы были в плюс, а не в минус. Только тогда у нас что-то сдвинется с мертвой точки. Я надеюсь, нас этот епископ поблагодарит. И, может быть, даже нам даст какой-нибудь титул. Хотелось бы в это верить, конечно. Так, в общем, ребята, здесь нам нужно очень много камня. Очень много дерева. Как я уже говорил, чтобы делать вот эти вот таблички, оградки. Иначе ничего не выйдет хорошего у нас. Так, сталька у нас доделывается потихоньку. Ну, в общем, все идет пока у нас хорошо. Давайте делать, наверное... Да, деревянные таблички. Так, не хватает у нас, ребята... Да е-мое! Не хватает у нас энергии, как всегда. Слушайте, мы достаточно накопили очков, чтобы вот это, ребята, уже открыть. У нас будет доступен меч и будет доступна броня. Это уже хорошо. Боевые навыки, это все у нас позже. Прирожденный кузнец тоже чуточку попозже. Но, в любом случае, все это придется нам изучать в обязательном порядке. Так, ну, давайте доделаем энергию у нас. Хух! Хоть отбавляй. В принципе, ребята, за сегодняшнюю серию мы с вами очень хорошо постарались. Очень много чего сделали. Наладили, так скажем, производство. Теперь у нас есть маленькая кузня, деревянная кузня. Точнее, наковальня. Мы с вами можем делать инструменты уже, лопаты. Сами понимаете, кирку. Топор уже не ржавый. Так, вот единственная теперь проблема. Это вот с починками оградок. Нам нужен вот именно вот этот вот набор для починки камня. Соответственно, нужно очень много камня. И этим я займусь, наверное, пожалуй, в следующей серии. И пойдем уже, наверное, сходим до звездочета. Посмотрим, что нам там скажет. Будем потихонечку уже совмещать основную сюжетную линию с нашими, так скажем, достижениями. Ну, а на этом, пожалуй, дорогие мои друзья, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии. И продолжим играть. Так что, всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok